Башкортостан Добрый день, Екатерина. Добрый день, Екатерина. Сделать некое дежурство, когда часть сотрудников находятся на рабочих местах, часть работают удаленно. Ну, вообще отказаться от служебных командировок и по стране, и в целом за пределы страны, теперь это уже невозможно. Это проще, чем организовать дистанционный режим работы. Вот здесь какую картину вы видите? Ну, на самом деле, сейчас в век интернета нет необходимости зачастую для того, чтобы встретиться с поставщиком в каком-то регионе нашей страны или зарубежья. Есть скайп, есть другие виды связи, ты можешь спокойно это организовать, и нет необходимости куда-то выезжать лично. Как реагирует бизнес на эти новые нормы? Ну, тут сложилось два фактора. Это ослабление рубля, падение нефти. И вот такая паническая, наверное, реакция большей части населения, просто из-за отсутствия сведений о том, что будет дальше. Соответственно, мы видим по розничной торговле повышенный спрос на ряд товаров, но это выручка, которая компаниям не приносит большой прибыли. Это выручка на бакалею, которая имеет и так минимальную наценку. И если наш потребитель закупил полугодовой запас подсолнечного масла или соли, это просто значит, что он в следующий месяц за этим товаром в магазин не пойдет. Они не исчезнут из ассортимента, цены могут повыситься, но это нормальный процесс, дефицита самих продуктов питания, например, не будет. Компании, которые работают за рубежем, есть ситуации, когда у нас часть границ закрыта в отношении России или Россия в отношении, например, Беларуси закрыла. У нас есть наднациональный орган, это ЕЭК, Евразийская экономическая комиссия. У них тоже есть штаб, который позавчера приняли решение, мы с ними держим связь и будем консультировать. Потому что если товары не могут быть отправлены от нас или не могут поступить к нам, это может быть случаем форс-мажора. Если говорить о покупательской реакции, а именно панической, и сметают буквально с полок, как вы говорите, бакалею, то как долго продержится это настроение, как вы считаете? Тут можно ожидать несколько волн реакции на это. Фактически это все происходит из-за нехватки информации. Если бы у населения была достоверная, постоянная информация о отсутствии дефицита, когда какая-нибудь соседка становится надежным источником информации, которая точно знает, что именно этот вид хлеба или гречневой крупы исчезнет из оборота. Поэтому нужно рассказывать о том, что на складах наших торговых компаний, торговых сетей есть большое количество запаса. По многим товарам он достигает до полугода. Но все зависит от нашего поведения. Вот, например, торговые сети ждут этих выходных после рабочей недели, как люди будут закупаться. Они переходят на круглосуточный режим работы распределительных центров. Доставка. Постоянный подвоз товаров, выкладка зачастую на поддонах, чтобы люди видели о том, что товар хватает, всем всего хватит. Это понятно, хорошо. Но как вы можете объяснить сектор рестораны, общепиты? В масштабах страны многие собственники вот этого вида бизнеса говорят о том, что выручка упала на 30-90%. В Башкортостане какая ситуация, да? И стоит ли ждать сокращение этого сектора? Ну, статистики за март месяц еще нет. Месяц у нас не закончился. А влияние, наверное, этих явлений, оно скажется по итогам марта. Поэтому никаких цифр я точных не могу сейчас привести. Естественно, рестораны стараются перейти на доставку. Это нормальный процесс. Некоторые хайтек-компании у нас есть в Уфе, которые готовы организовать доставку даже дронами. Вплоть до 50 килограмм через всю Уфу и даже с территории Уфимского района до вашего дома могут привести достаточно габаритный груз. Это новая услуга? Это новая услуга. Я думаю, что этот сектор будет развиваться. То есть различные варианты доставки, бесконтактные в том числе. У нас есть так называемые боксы для экспресс-доставки с интернет-магазинов. Этот сектор, я думаю, будет развиваться. Это нормальная тенденция. Мы знаем, что у нас в Башкортостане создан штаб по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Он работает круглосуточно и ежедневно. Что касается работодателей, какие заявления звучат, какие основные вы могли бы отметить? Штаб действительно уже работает с самого начала февраля. Еще до этого мы обратились к нашим членам с рекомендациями. Во-первых, уже в январе была эпидемия гриппа, просто ОРВИ сезонная. И мы предложили улучшить работу по дезинфекции, по контролю температуры у своих сотрудников. И в указе главы 111, который он вчера подписал, содержатся тоже требования от работодателей. Во-первых, обеспечить контроль температуры у своих сотрудников. Мы работодатели все, в принципе, с народом в одной лодке. И мы тоже столкнулись с тем, что не хватает тепловизоров, не хватает антисептиков. И мы сейчас готовим такой свод по нашим членам. К нам присоединилась опора России, присоединилась деловая Россия. Готовим такую сводную заявку, чтобы предприятия могли обратиться к правительству, что нам для нашего нормального функционера нужны такие-то, такие-то. Одноразовые, например, перчатки. Дезинфицирующие средства и диспенсеры для них, например, маски. И тепловизоры, наверное, грамотно называть их пирометры. Какую обратную связь вы видите? Работодатели что вам говорят, о чем просят? У работодателей есть уже письма, например, контрагентов. В принципе, все понимают ситуацию. Кто-то, пользуясь случаем, пытается повысить свои цены на отгружаемые товары. Например, говоря о том, что курс рубля изменился. Или, например, повысила себестоимость тех или иных компонентов. Даже если это российское производство. Можно ли говорить о том, что будут какие-либо меры поддержки? Мы ждем от региональных властей, в том числе, каких-то конкретных предложений. Потому что эта дорога не в один конец. Это должен быть двусторонний процесс. Не только требовать от работодателей, но и предлагать им. У нас, как минимум, есть несколько законопроектов, которые достаточно серьезно ограничивают режим работы некоторых предприятий. Например, 100-метровая зона для продажи алкоголя. Или запрет у нас хотят ввести на продажу кофеина, содержащих продуктов, несовершеннолетним. То есть, фактически говорят о том, что Кока-Колу нельзя продавать несовершеннолетним. И у нас вот эти запреты, они могут подорвать, в том числе, нормальную деятельность компании. Хотелось бы, чтобы эти законопроекты были отложены до лучших времен. Если говорить про сектор турфирмы, авиаперевозчики, то какую картину в Башкортостане видите вы? Есть пример из соседнего региона, начну. Там турфирмы обратились с просьбой правительству региональному поддержать их. И разрешить им заморозить деньги клиентов для того, чтобы нормальный режим функционирования этой отрасли был продолжен. В Республике Башкортостан Госкомитет по туризму ведет плотную работу с туроператорами. Идут консультации, в том числе, с Роспотребнадзором. В этой части никто не будет обижен. Естественно, есть определенная часть возвратных туров, даже в период весенних каникул. Ну, то есть, это пока все на стадии обсуждения? Это на стадии обсуждения. Мы всегда нацелены на то, чтобы развивать свой внутренний спрос и свой внутренний рынок. В этом плане республиканские санатории, курорты, они могут почувствовать, наоборот, даже большую загруженность уже начиная с апреля месяца. Вселяет ли вас уверенность в том, что действительно корреляция произойдет в сторону внутреннего туризма? Ну, это, наверное, неоспоримый факт. Просто для этого нужно вложить деньги. И это определенный инвестиционный цикл. Вы не можете по мановению руки сделать завтра 100 новых курортов. Это требует больших вложений и временных затрат. Поэтому мы надеемся, что есть люди, которые верят в экономику региона и России, и будут сейчас инвестировать, и будут строить. Мы проговорили про работодателей. Давайте проговорим про сотрудников. Мы знаем, что Минтрут России опубликовал данные, что теперь можно дистанционно открывать больничный. Как работает эта схема и почему именно это принято? Во-первых, федеральные органы исполнительной власти, у них достаточно все четко в этом плане. Есть работа пограничных органов ФСБ России, которые передают информацию о всех прибывающих в органы Роспотребнадзора и Минздрава на местах. И по людям, по адресам точно ходят, берут анализы. Они у нас делаются в Уфе, на Шафиево-Сень, в специализированном центре. И, соответственно, если ты вернулся из такой загранкомандировки или из региона, ты можешь из дома позвонить в свою участковую поликлинику и попросить тебя открыть больничный. И тебе открывать больничный без никаких вопросов, даже если у тебя нет никаких признаков ОРВИ. Насколько идет активно этот процесс? Ну, это, наверное, вопрос больше к Минздраву. По факту, по некоторым предприятиям, заболеваемость ОРВИ, ОРЗ даже снизилась, потому что все активно начали соблюдать меры гигиена и дезинфекции. Ваш прогноз, Искандр Розатович, как будет развиваться ситуация дальше, какие сценарии рассматриваются? Мы надеемся на то, что федеральная власть и региональная власть примут все меры, потому что все-таки у нас в соседних регионах уже есть случаи, и на западе, и на востоке, и с севера, случаи коронавируса. Поэтому, наверное, процессы, которые полтора месяца идут, подготовка органов Минздрава, подготовка всех других госорганов, она должна показать свою эффективную работу. Естественно, работодатели и все предприниматели ждут что-то взамен, например, каких-то льгот по аренде муниципального жилья, имущества, или, например, даже налоговые каникулы для каких-то категорий предпринимателей. Стоит ли ожидать озвучивания вот этих возможных мер до 20 апреля, когда будет действовать режим повышенной готовности? Сейчас все наблюдают, как ситуация развивается в периоде времени. Поэтому, если у нас ежедневный круглосуточный режим работы штаба, вот эти мы первые предложения собираемся завтра уже озвучить. Это будет республиканская трехсторонняя комиссия по председательствам вице-премьера Ивановой. И мы уже соберем достаточное количество заявок от предпринимателей, их чаяния, и совместно с профсоюзами и правительством обсудим их. Спасибо, Искандер Азатович. Я напомню, что гостем программы интервью в эфире Башкирского спутникового телевидения был исполнительный директор союза работодателей Республики Башкортостан Искандер Махмудов. И мы говорили о том, как работает штаб, созданный в Башкортостане для нераспространения коронавирусной инфекции, а также реакции работодателей и работников на эту ситуацию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова